Что это? Дарваль, дарваль, сто процентов. Так, коллеги, всем доброе утро, давайте начнем. По традиции там небольшая вступительная речь, да? На самом деле, так давно такой не было сложной ситуации, на мой взгляд, субъективной, потому что мы видим там одновременно несколько факторов пересекаются. Уже стало понятно, что ситуация вот эта на рынке недвижимости, она надолго. Навсегда не буду говорить, но точно надолго, да? То есть, скорее всего, такой рынок, он где-то будет, ну, в моем миропонимании, минимум там 10-15 месяцев. Вот, понятное дело, сейчас у нас, наоборот, активность повышенная идет, потому что господдержка заканчивается, но в целом рынок, он, наверное, такой и будет, да? То есть там в районе 5 триллионов выдачи, там 6 триллионов надо вот настраиваться на 2024 год точно, может быть, на 2025. Следующий у нас большой вызов, это, я его так назову, это налоговая система в сфере услуг, это тоже серьезный вопрос, потому что не секрет, что сейчас мы работаем чуть с другим налоговым режимом, вот, это накладывает отпечатки очень серьезные по объему издержек, по объему налоговых платежей в единицы выручки, вот, и, например, ну, я до сих пор считаю, что это очень сложно в сфере услуг вести бизнес в России, тем более, сейчас, знаете, был вот, посмотрел Азия, как работает вся, ну, вот, могу сказать так, там на рубль в сфере услуг нагрузка идет где-то примерно в 3 раза меньше, для понимания, да, в 3 раза меньше, ну, никакой бизнес не справится, допустим, если там 4-5 процентов на выручку, да, у нас это там уже 12-15 процентов, ну, это, слушайте, это объективно много, поэтому я считаю, для нашей организации это большой риск, да, системный причем, вот, и поэтому здесь мы должны четко это понимать, понятно, что у нас выбора нет, мы будем работать, но, откровенно скажу, в то время, как, наоборот, сферы такие, как банковская, строительная, айтишная, они, наоборот, вообще полностью освобождены, у них там не то, что там, это там 2-3 процента от выручки идет, да, там даже меньше иногда, но это очень такой спорный вопрос, который я, например, ну, считаю, что он не просто непонятен внутренне, как такое может быть, ну, ладно, как говорится, уже занялись этим бизнесом, будем продолжать, потому что огромная ответственность системы, вот, и третий у нас большой, мне кажется, достаточно такой вызов, это потихоньку мы видим, как формируются новые онлайн-процессы, вот, мы в них продвинулись, но явно понятно, что в этом онлайн-мире уже будет другая конкуренция, да, туда точно абсолютно подтянется со временем и Авито, и Циан и Домклик, мы это уже осознаем, вот, и там будет конкуренция и за клиентские дела прямые, и за риэлторские, вот, и это все тоже свой отпечаток накладывает, совершенно точно, вот, поэтому у нас сегодня там много тем для обсуждения, мы все должны пообсуждать, понятно, что, да, и если говорить еще, кстати, о финансовой модели, да, не секрет, что вот мы только-только вообще начинаем мной работать, да, то есть несмотря на всю нашу эффективность, я считаю, мы достаточно, а может быть даже и очень эффективная компания, но в режиме резкого падения рынка, налогового, скажем так, такого режима в сфере услуг, внешней такой конкуренции, понятно, что всем будет тяжело, вот, но не буду говорить, что точно все нормально, да, что все там, нет, за это надо будет бороться, это нужно будет всем концентрироваться, вот, мы, ну, наверное, не только мы сейчас в такой ситуации, откровенно скажу, да, я думаю, сейчас все в такой ситуации, поэтому все где-то должны вот эту новую реальность принимать, что она есть, эффективно, спокойно работать, все мы знаем, что мы совместно принимали решение, что мы где-то жертвуем маржинальностью ради того, чтобы было хорошо нашим риэлторам, при этом все равно на них часть это переходит определенная, да, не секрет, что у нас, по сути, там реальный процент снижается, надо тоже об этом прямо говорить, но это единственный вариант, при котором вообще компания, на мой взгляд, может эффективно развиваться. Слово существовать не буду, такие громкими словами разбрасываться, да, но где-то что-то близко уже к этому, потому что, ну, сложно сейчас России стало вести бизнес, откровенно скажу. Вот поэтому давайте приступим, все равно вижу, что настроение у всех хорошее, хоть и ситуация грустная, а так всегда статьи бывает. Все, давайте начнем. Вот.